Девушки отдыхают Девушки отдыхают Совещательный орган создан в 2017 году Рассматривает самые разные вопросы в этой сфере На последнем заседании говорили о качестве платных медицинских услуг на территории республики Эта сфера часто страдает от действий мошенников Недавно в столице региона были задержаны члены ОПГ Которые под видом договоров заключали с клиентами документы на выдачу кредитов на лечение Рынок медицинских услуг должен быть защищен от нечистых на руку бизнесменов Отметил глава региона Кто-то, значит, некачественные лекарственные препараты продает Поэтому здесь, в сфере медицины, нужно всегда принимать меры С чистой совестью, с доброй душой и добрым сердцем Также были рассмотрены проблемы с сотовой связью в новых микрорайонах Отдаленных населенных пунктах Чувашии и на некоторых участках дорог Этот вопрос сейчас решается, устанавливаются дополнительные станции Управление Роспотребнадзора по Чувашии ежедневно в рабочем порядке Решает множество вопросов, связанных с нарушением прав потребителей В нашей программе мы выделили часто повторяющиеся Я купила себе бузку и дома посмотрела и подумала, что она мне не очень подходит Может ли покупатель вернуть обратно товар в магазин, одежду, обувь в течение 14 дней, если он надлежащего качества? Да, имеет право вернуть товар надлежащего качества, если он не подошел по размеру, цвету, комплектации Ребенок разбил в магазине банку сока Скажите, пожалуйста, должна ли я, его мама, за это заплатить? В таком случае потребитель не несет ответственность Продавец должен осуществить выкладку товара таким образом, чтобы нечаянно не могли разбить Испортить, то есть бьющиеся нужно подальше или с ограничением движения их разместить В школьной столовой еда постоянно подается холодной Куда обращаться родителям? За организацию питания в школах и в детских и дошкольных учреждениях отвечает руководитель учреждения Можно обратиться непосредственно к директору Но если не решается вопрос, можно написать обращение в адрес управления Роспотребнадзора Такие случаи без внимания не остаются и мы рассматриваем, обычно проводим неплановые проверки Заказал металлическую дверь, однако в указанном договоре срок индивидуальный предприниматель свою работу не выполнил Деверь мне не привез, хочу вернуть деньги, как мне поступить? Потребитель в этой ситуации имеет право отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной суммы Может потребовать уменьшения цены При нашей вот ипотеке у нас выше процент, если мы не платим страховку Если мы платим страховку, то процент уже, соответственно, ниже А вы интересовались, вы имеете право отказаться от этой страховки? Ну мы можем отказаться, пожалуйста, но процент будет, соответственно, выше Когда кредит обрались, конечно, эту страховку из жизни включают, все включают И когда даже машины страхуют, в любом случае включают Это законно? Я считаю, конечно, нет Они не имеют права это нам впаривать, в конце концов А почему вы соглашались? Не соглашались, но пару раз, наверное, соглашались, потом нет Там уже меры принимали При получении кредита практически все банки настаивают на страховании человека или имущества, которое он приобретает Без этого кредит могут не одобрить, насколько это законно Обязательные условия страхования жизни и имущества квартиры только предусмотрены при ипотечном кредитовании В остальных случаях это дополнительное навязывание услуг и страхование жизни и имущества не обязательно По нарушениям в сфере финансовых услуг также можно обращаться в управление Центробанка России Заказал в интернет-магазине дорогую книгу Товар пришел почтой-бандеролью На почте предложили сначала оплатить доставку Я попросил вскрыть упаковку, но работники почты мне отказали Если выяснится, что полученный товар не соответствует заказу, можно ли вернуть деньги? Да, можно, если товар не соответствует описанию Или по количеству, качеству не соответствует, также по ассортименту может не соответствовать В таких случаях правилам предусмотрена претензионная работа тоже в течение 20 дней Потребитель имеет право написать претензию, его претензия должна быть удовлетворена в течение 10 дней Но в данном случае претензии к почте невозможно предъявить Почта не является участником договора, всего лишь занимается доставкой Чаще всего нам стали жалобы поступать на дистанционную продажу товаров, непродовольственных товаров В основном несовременное выполнение договора или непоставка товара А также товар не соответствует описанию Или требования претензии потребителей, продавцы не выполняют Потребитель имеет право на возврат товара, либо замену на аналогичный товар Он может потребовать заменить товар Исправить недостатки, если они есть Или исправить самостоятельные недостатки и потребовать возмещения расходов Потребитель должен обратиться с письменной претензией в адрес продавца И в течение 20 дней он имеет право обратиться В 10-дневный срок продавец должен удовлетворить требования потребителя За консультацией может обратиться сразу При этом это можно сделать на телефон горячей линии Прийти в управление Роспотребнадзора в общественную приемную Написать письмо или на нашем сайте электронное обращение можно оформить Но для того, чтобы мы провели внеплановую проверку Потребитель вначале должен сам провести претензионную работу с продавцом или исполнителем услуг Это значит, что он должен написать письменную претензию В случае, если его претензия не будет удовлетворена или не рассмотрена В таком случае он с документом приходит к нам в управление Или направляет письмо с жалобой Мы имеем право провести внеплановую проверку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова